Приветствуем, друзья, смотрите холодильные новости за четверг, 24 августа 2023 года, на нашем канале. Склад для хранения морепродуктов построили в Люберцах. ФСК отправила первую партию рифконтейнеров из Владивостока в Харбин. Ростелеком построит центр обработки данных в Армении за 1,5 миллиона долларов. Российский рыбопромысловый флот пополнился новым краболовом «Шантар». Крытые ледовые катки хотят построить в Тюмени. Поставьте, пожалуйста, лайк, если это видео оказалось полезным для вас. Первая новость сегодня. Склад для хранения морепродуктов построили в Люберцах. При сопровождении Центром содействия строительству в деревне Торбеево городского округа Люберцы построили склад хранения морепродуктов. Размер инвестиций в проект составил 65 миллионов рублей. Кальмары, креветки, крабы и мидии для жителей Подмосковья будет поставлять компания «Авангард». Здание площадью 1488 КВ. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Вторая новость сегодня. ФЭСКО отправила первую партию рифконтейнеров из Владивостока в Харбин. Транспортная группа ФЭСКО организовала железнодорожную перевозку первой партии рефрижераторных контейнеров с продукцией российских рыбодобывающих компаний из Владивостока в Харбин, Китай, через пограничный переход Градекова, Суэфэньхэ. Оператором перевозки выступила компания «Дель Рифтранс», «Дочь». Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Третья новость сегодня. Ростелеком построит Центр обработки данных в Армении за 1,5 миллиона долларов. Компания G&C Alpha, дочерняя компания Ростелекома, намерена осуществить инвестиции в городе Абавян в Армении и построить Центр обработки данных объемом 218 серверных шкафов. Соответствующая инвестиционная программа в рамках мероприятия инфраструктуры взамен на инвестиции одобрена на заседа. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Четвертая новость сегодня. Российский рыбопромысловый флот пополнился новым краболовом «Шантар». На ООО «Восточная верфь» Владивосток состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага на краболовном судне проекта 031-40 «Шантар». Краболов построен по итогам крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами для компании ООО «Сигма Марин Технологи» судно «Шантар». Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Пятая новость сегодня. Крытые ледовые катки хотят построить в Тюмени. В Тюмени разрабатывают проектную документацию для строительства крытых ледовых катков. Об этом стало известно от пресс-службы городской администрации. В мэрии ответили, что крытые катки появятся на территории Иша-Водник, он находится на улице Судоремонтной, это мыс, а также на улице Народной, корректе. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. На сегодня все. Поделитесь новостями с коллегами и партнерами. Читайте холодильные новости в соцсетях или по подписке. Ссылки внизу.